Меркурий расположен относительно недалеко от Земли. Однако его исследование всегда было связано с множеством трудностей. Из-за близости к Солнцу наблюдать планету на небосводе возможно лишь у самого горизонта, причем либо незадолго до восхода, либо сразу после заката. По этой причине древние астрономы долгое время принимали Меркурий за два разных небесных тела, которым давали различные имена. Лишь с развитием наблюдательной техники ученые смогли постепенно раскрыть некоторые тайны этого необычного мира. Объединив имеющиеся сведения, можно убедиться в том, что Меркурий является самой маленькой планетой Солнечной системы, уступая в размерах даже некоторым спутникам. Его радиус равен 2440 километрам, что соответствует примерно 38% земного. Примечательно также практически идеальная круглая форма небесного тела, ведь разность его экваториального и полярного диаметров не превышает одного километра. В то же время для своих скромных размеров Меркурий имеет удивительно высокую массу. Она составляет 3,33 на 10 в 23 степени килограммов, то есть приблизительно 5,5% земной. Если сравнивать параметры планеты небесных тел близкого к ней размера, то окажется, что Меркурий тяжелее, чем Ганимет и Титан вместе взятые, несмотря на то, что оба этих объекта больше него в диаметре. По всей вероятности, причина данного явления кроется в том, что около 57% объема планеты занимает массивное металлическое ядро радиусом порядка 2000 километров. Оно окружено 400-километровым слоем мантии, состоящей из расплавленных горных пород на основе кремния. В свою очередь, мантия покрыта твердой корой, толщина которой составляет от 15 до 37 километров. При этом поверхность планеты изрыта огромным количеством кратеров, из анализа которых следует, что последние 3,8 миллиарда лет небесное тело не проявляло заметной геологической активности. Яркий солнечный свет создает трудности при наблюдении Меркурия в телескоп. Однако, вплоть до второй половины прошлого века, это был единственный способ получения сведений о нем. Все изменилось в 1974 году, когда окрестностей планеты достиг космический аппарат Маринер-10. Он сфотографировал 45% поверхности небесного тела, а также измерил его температуру и магнитное поле. Кроме того, датчиками аппарата была зафиксирована крайне разряженная атмосфера из гелия и других газов. 30 годами позже, 3 августа 2004 года, Землю покинул другой космический аппарат – Мессенджер. Чтобы добраться до своей цели, ему потребовалось долгих 11 лет. Однако маленький зонд преодолел все трудности и выполнил свою миссию. В период с 2011 по 2015 год Мессенджер предоставил ученым сотни тысяч фотографий, включая изображение практически всей поверхности Меркурия. Благодаря этим снимкам были получены важные сведения о внутреннем составе небесного тела и обнаружены разнообразные формы рельефа, в том числе уникальные для Солнечной системы. Кроме того, датчики Мессенджера подарили нам знания о солнечном ветре и его необычном взаимодействии с магнитосферой планеты. Меркурий обращается вокруг Солнца по вытянутой эллиптической орбите, совершая полный оборот за 88 дней. В перигелии планета приближается к светилу на 0,31 астрономической единицы, а в противоположной точке орбиты расстояние между ними увеличивается в полтора раза, достигая 0,47 астрономической единицы. Особый же интерес представляет уникальный для Солнечной системы орбитальный резонанс Меркурия. Его звездные сутки равны 58,65 земных, что соответствует ровно двум третьим меркурианского года. Из-за этого планета в перигелии поворачивается к светилу то одним боком, то другим. Эти регионы получают наибольшее количество солнечного излучения и носят название «горячие меридианы». В одном из таких районов находится крупнейшее геологическое образование Меркурия, обозначенное на картах как «равнина жары». Это название полностью оправдано, ведь температура здесь достигает 700 кельвинов или 427 градусов Цельсия, позволяя считать данный регион самым горячим местом на планете. Равнина представляет собой гигантский ударный кратер размером 1550 километров, занимая примерно 2% общей площади небесного тела. Расчеты показывают, что кратер образовался приблизительно 3,9 миллиарда лет назад в результате столкновения планеты с крупным астероидом, диаметр которого достигал 100 метров. В те времена Меркурий был молодой и горячей протопланетой. Удар уничтожил огромный участок едва затвердевшей коры, после чего обширную область поверхности небесного тела залила раскаленной лавой. Остыв, она сковала равнину каменной коркой, сформировав яркое светлое пятно, заметно выделяющееся на фоне окружающих его темных долин. Поверхность равнины жары изрыта большим количеством кратеров, диаметр которых может достигать 100 километров. Однако наиболее примечательным образованием внутри равнины является Пантеон. Эта уникальная для Солнечной системы структура представляет собой совокупность 230 борозд, шириной от 1 до 8 километров, расходящихся во все стороны от единого центра. Большая часть трещин не превышает в длину 175 километров, в то время как некоторые из них протянулись гораздо дальше. Неподалеку от центральной точки Пантеона расположен относительно крупный кратер Аполлодор, однако связан ли он с бороздами пока неизвестно. В настоящее время существует несколько гипотез формирования Пантеона. В том числе предполагается, что гигантские трещины могли возникнуть вследствие тектонической активности, либо по причине остывания планеты. Равнина Жары – это территория пламени и света. Однако, переместившись немного на север, мы попадем в край льда и тьмы. Из-за того, что ось собственного вращения Меркурия имеет очень малый наклон, в его полярных областях царят вечные сумерки. Солнце здесь либо висит у самого горизонта, либо вовсе не появляется на небе. Его лучи не касались дна некоторых кратеров уже миллионы лет. Неудивительно, что равнина Бореалис, окружающая северный полюс планеты, является самым холодным ее регионом. Температура некоторых ее участков составляет около 80 кельвинов, что соответствует минус 193 градусам Цельсия. Здесь, в тени горных цепей, окружающих кратеры, обнаружены небольшие залежи водяного льда толщиной до 2 метров. Их укрывает слой каменистой пыли, защищающий лед от испарения. В то же время некоторые возвышенности, ловящие лучи Солнца, могут прогреваться до 380 кельвинов или 107 градусов Цельсия. Удивительно, но эти участки поверхности могут располагаться практически рядом друг с другом. Разреженная атмосфера планеты не позволяет им эффективно обмениваться теплом, сохраняя высокий контраст температур. Наш дальнейший путь лежит в более южные широты. Практически на одной параллели с равниной жары, но в трех с половиной тысячах километров к западу от нее, расположен один из крупнейших кратеров Меркурия – Рахманинов. Его диаметр достигает 290 километров, а возраст составляет порядка 1 миллиарда лет. Его центральную часть занимает кольцевая гряда из высоких пиков диаметром около 130 километров. Горные породы в этой области отличаются от окружающего ландшафта. Они имеют красноватый цвет, а на поверхности можно разглядеть признаки застывших течений. Предполагается, что данная структура имеет вулканическое происхождение и является одним из последних проявлений вулканизма на планете. Кроме того, здесь зафиксирована самая низкая точка рельефа Меркурия – минус 5380 метров от среднего значения по планете. За пределами же центрального кольца расположены сравнительно гладкие и темные пространства. Продолжив путь на юг, мы натолкнемся на гигантский зубчатый уступ, протянувшийся на 820 километров с юга-запада на северо-восток. Он носит название Энтерпрайз и местами достигает высоты в несколько тысяч метров. Уступы широко распространены на поверхности Меркурия, однако Энтерпрайз является крупнейшим из них. Считается, что эти своеобразные формы рельефа образовались по причине остывания планеты. Когда недра Меркурия отдали часть своего тепла, небесное тело уменьшилось в объеме приблизительно на 1%. Из-за этого литосфера планеты деформировалась, сформировав гигантские складки. Почти половина уступа Энтерпрайз расположена на территории крупнейшего кратера Меркурия под названием Рембрандт. Его диаметр равен 716 километрам, а обширная внутренняя часть поверхности вмещает в себя большое количество более мелких форм рельефа. Например, от внешнего кратерного кольца по направлению к центру тянутся небольшие горные хребты. Их ширина лежит в пределах от 1 до 10 километров, а длина может достигать 180 километров. Другая цепочка скал образует круг диаметром около 450 километров. Также дно кратера рассекает множество глубоких трещин, образуя сложный паутиноподобный рисунок. Предполагается, что подобное изучение горных пород, формирующих поверхность кратера, поможет нам лучше понять внутреннее строение Меркурия и процессы, протекающие в его недрах. Несмотря на пристальное внимание астрономов и развитие наблюдательной техники, Меркурий во многом остается загадочной и слабо исследованной планетой. Однако даже он не сможет хранить свои тайны вечно. Прямо сейчас к небесному телу стремительно приближается исследовательская станция Бепи Коломбо – совместный проект Европейского космического агентства и Японии. Приборы на борту аппарата позволят получить данные о составе поверхности планеты и ее атмосферы, изучить магнитосферу и солнечный ветер, а также уточнить сведения о рельефе ее поверхности. Бепи Коломбо уже проходил рядом с Меркурием, однако ему предстоит еще несколько сложных маневров, чтобы погасить скорость и выйти на рабочую орбиту вокруг планеты. Согласно расчетам, это произойдет к 2025 году, после чего зонд начнет сбор и передачу данных.